Всем привет, всем добрый день и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Валентина Ковердяева, я свадебный организатор и ведущая праздников. И сегодня в этом видеоролике плейлиста онлайн-юник организатора мероприятий мы с вами обсудим такую важную тему, как дети на празднике. Конечно, вначале хочется сказать, что дети — это прекрасно, дети — это здорово, дети — это цветы жизни, дети — это ми-ми-ми. Но порой дети бывают со своим особенным настроением, состоянием, с какими-то капризами, с переживаниями. И мы как раз сегодня будем под призмой рассматривать, что такое дети на празднике. Изначально, когда молодожены, возьмем свадебное торжество, готовятся к своему празднику, они принимают для себя решение, будет ли их мероприятие в формате вечеринки 18+, либо же они приглашают гостей вместе со своими детьми. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, учесть этот момент и в приглашении прописать определенные пожелания по возрасту тех, кто придет на праздник. Если вы приглашаете всю семью, то укажите и маму, и папу, и ребенка, и сестру, и брата, и всех, кого вы зовете. Если вы приглашаете только ваших близких, ваших взрослых людей 18+, то также обязательно укажите и оставьте эту пометку на приглашении, чтобы гости знали, что в день, когда они пойдут на ваше мероприятие, им нужно будет свое любимое чадо, своего ребенка оставить дома. С бабушками, дедушками, нянями, сестрами и так далее. Не так давно произошел случай, который заставил меня как раз задуматься о том, что необходимо записать этот видеоролик. Случай, когда ребята приглашали молодежь, это была свадебная вечеринка, но в какой-то момент, а какой-то момент это за один день до свадьбы, гости поставили молодоженов перед фактом, что они придут со своим ребенком. Конечно, молодожены были немножко в шоке и не сказать, что рады и довольны этому. Но пара в этот момент сказала, что либо мы придем со своим ребенком, либо мы вообще не придем. Я не могу понять отношение таких людей к торжеству, к своим друзьям, к тем, кто приглашает тебя на праздник и хочет, чтобы ты отдохнул и повеселился. Нельзя ставить ультиматумы людям, которые готовят мероприятие несколько месяцев, которые продумывают его детально, которые вкладывают немалые деньги в свой праздник, ставить ультиматум и говорить либо так, либо никак. Ну, честно говоря, вот у меня бы после этого отношение к людям изменилось и испортилось. Как у моих молодоженов, не знаю, это их выбор, это их право. Но, в общем-то, получилось так, что на эту свадебную вечеринку все-таки эта пара привела ребенка. И она привела не только ребенка, она привела также бабушку. Они гуляли вместе по территории, а потом в какой-то момент пошел дождь. Ну и, конечно же, мои молодожены хорошие люди. Изначально это не планировалось, но мы засервировали еще одно место в зале для этой бабушки и для этого ребенка. Но на самом деле вы скажете, что ничего же катастрофичного не случилось. Давайте так. Есть люди, которые любят делать все по плану. Есть люди, которые заранее думают о том, какое они мероприятие хотят. И каждую деталь этого мероприятия складывают, просчитывают, составляют воедино. И когда за день тебя вот так вот ставят перед фактом, ну, эмоции, скажем так, очень у нее праворечивые. И когда вот так вот за день до мероприятия тебя ставят перед фактом, эмоции, конечно, хочется сказать, что у тебя, ну, однозначно противоречивые. И ты думаешь, блин, неужели я для них ничего не значу? Ну, тем более они привезли на мероприятие бабушку и ребенка. Неужели нельзя было бабушку и ребенка просто оставить где-то и приехать потусить вдвоем? Либо вы заранее получаете приглашение, и вы, в свою очередь, должны спросить у молодоженов, если вы в чем-то не разобрались, это нормально. А я могу прийти на мероприятие со своим ребенком? Или я точно не смогу там со своей парой прийти на мероприятие, потому что у нас ребенок, потому что ему два года, но мы его вот ни на секунду от себя не отпускаем? Тогда просто пара бы не рассчитывала на вас, не заказывала бы на вас за 6 тысяч меню, не закупала бы алкоголь, не делала бы там сервировку и много-много-много других вещей. Ну, в общем, со стороны молодоженов, со стороны заказчиков, я думаю, что вы разобрались. Это то же самое, что на какую-нибудь вечеринку 25 лет в стиле, давайте яркий пример, в стиле инстасамки, бурлеска и прочее, кто-то возьмет своего трехлетнего ребенка, чтобы он смотрел на эти голые задницы. Потому что не может его оставить. Я не верю в то, что, ну, вообще некуда деть ребенка. Нет возможности обратиться к няне, нет возможности попросить подругу посидеть. Или, окей, один из вас остается дома с ребенком, второй из вас едет на вечеринку. В общем, я считаю, что это просто, ну, отношение людей. Это такая показательная история. Что вам с этим потом делать, вы решаете сами. А с другой стороны, давайте посмотрим, как гости вообще принимают это решение, почему они берут с собой детей на праздник и так далее. Наверное, потому что у них какое-то есть тревожное расстройство, они боятся вот это вот свое чадо оставить на 10 минут. Тоже такое может быть окей, мы допускаем. Но вы понимаете, что вы таким образом можете доставить неудобства другим людям. Вы понимаете, что им, опять же, придется думать о том, а будет ли ваш ребенок кричать на церемонии. Может ли он играться с тяжелым дымом, когда у пары проходит, допустим, первый танец. Могут ли быть какие-то вот эти вот все нюансы, связанные с вашим ребенком, причем не с эмоцией «это так мило», с эмоцией «ми-ми-ми», а наоборот, с каким-то таким негативным шлейфом и оттенком. Конечно, когда, грубо говоря, сама пара безумно любит детей, они такие «берите все своих детей, мы закажем им аниматора, пусть они играют» и так далее. Это одно. Это определенный формат классического банкета, куда мы приглашаем взрослых и полностью все семьи, и отдельно приглашаем детей, заказываем для них аниматора, картошку фри и вот это вот все. Но есть другого формата и стиля вечеринки, которые не предполагают участие детей. Поэтому, если у вас вдруг есть ребенок, и вы очень сильно хотите его привезти, правда, я, честно говоря, не знаю, зачем двухлетнему ребенку, в принципе, свадьба, потому что он еще ничего не понимает, он, по сути, все равно продолжает играть в свои игрушки и с удовольствием посмотрел бы мультики, то, конечно, лучше обсудите этот момент с теми людьми, которые приглашают вас на свой праздник. Мы только что рассмотрели две точки зрения. Точка зрения молодоженов, которые устраивают вечеринку 18+, и не хотят видеть детей. Точка зрения гостей, которых пригласили на вечеринку, но у них есть дети, они хотят их привезти с собой. И теперь я скажу свою точку зрения. Я за то, чтобы всегда люди думали о тех людях, с которыми они контактируют. Если меня куда-то приглашают, то я всегда стараюсь максимально детально уточнить всю информацию и, получив ее, сделать так, чтобы те люди, которые приглашают меня на праздник, были максимально довольны. Если, допустим, я устраиваю эту вечеринку, я, конечно же, максимально даю эту информацию, чтобы те люди, которые ее получают, знали, а что мы делаем, а как мы делаем, а что допускается, а что является запрещенным каким-то моментом. И тоже здесь все стороны остаются в выигрыше. Дети на свадьбе — это мило, особенно когда какая-нибудь маленькая крошка выносит вот эти колечки или когда в сопровождении жениха выходят два классных ребенка, они такие все в черных очках, пиджачках и так далее. Это все очень забавно. И я не против детей на свадьбе, чтобы вы сразу понимали и не сказали, да это просто бездетно, и она в принципе не любит детей, поэтому и призывает всех оставлять детей дома. Нет, я не против детей на свадьбах, но я точно знаю, какие последствия от прихода детей могут быть. Потому что после того, как они мило вынесли вот эти колечки, вышли там с молодоженами и так далее, у них может начаться внезапная истерика. Кстати, у них может начаться истерика до момента выноса колечек, и в принципе этот момент сорвется. Такое тоже бывает. Это дети, это непредсказуемые человеческие существа. Да что мы говорим, ну мы все непредсказуемые, но дети особенно. Ты не всегда можешь понять, что они чувствуют. Они не всегда могут сказать тебе, почему они это чувствуют. И вот бывают моменты, когда проходит первый танец, кто-то случайно начинает орать. Бывают моменты, когда, не знаю, идет банкет, кто-то падает, и начинается вот этот безумный крик. Это опять же дети, за которыми нужен глаз да глаз. Они постоянно куда-то убегают, ты за ними несешься. В общем, очень-очень много нюансов вот на мероприятиях, когда присутствуют дети. И самый главный нюанс, родители этих детей не отдыхают на мероприятии. Если вы хотите, ну как бы для себя вот этого геморроя, продолжить крутиться, как юла с детем, что вы и так делаете каждый день, то, конечно, берите. Если вы хотите потусить, выпить, вкусно поесть, пообщаться, потанцевать, там что-то такое, и отключиться хотя бы на мгновение от мамско-папских обязанностей, то лучше, конечно, заранее найдите место человека, кто посидит с вашим ребенком. Ну вот я допускаю вариант, что нельзя оставить ребенка, только если вот ему 3 недели, и он кормится грудью. Во всех остальных ситуациях, по-моему, уже давным-давно можно что-то там сцеживать, можно уже и нянь приглашать, уже и там питание какое-то дополнительное появляется. А теперь давайте еще посмотрим с позиции ребенка, а нужен ли ему вот этот дополнительный стресс? Стресс от огромной толпы людей, стресс от обстановки, в которой он ни разу не был, стресс от повышенного внимания других людей к тебе, уйди, пусечки, вот это вот все. Нужен ли ему вот этот стресс от супергромкой музыки, которая играет на протяжении всего вечера? Я не знаю. Вот честно, я бы все вечеринки делала 18+, и приглашала специально обученных детей выносить вот эти кольца и так далее, потому что они приехали, они выполнили свою миссию и уехали. Вот, а все остальное время, как мне кажется, взрослые праздники, а свадьба – это взрослый праздник, корпоратив – это взрослый праздник, я бы их отмечала без детей. А вот какие-нибудь детские дни рождения, там, дни рождения мамы и толпа, там, ее детей, куча подружек с детьми, там, еще что-то такое, или, там, юбилей бабули 60 лет, конечно, там имеют место быть дети, потому что это так мило, это так здорово. Ну, в общем, теперь вы знаете мою точку зрения на тему детей на мероприятии. Я не против, но в этом видео описала все возможные моменты, инциденты, ситуации, которые связаны с присутствием этих детей на празднике. Я буду очень рада услышать вашу точку зрения, вы можете написать под этим видео в комментариях, что вы думаете по этому поводу, классно ли, когда дети есть на празднике, или вы тоже хотели бы вечеринку 18+, где отдыхали бы только взрослые гости. Мне будет интересно услышать одну и другую сторону. В этом видеоролике я ставлю точку. Вы можете отправить этот видеоролик тем, кто планирует свое торжество, поделиться с ними моим каналом. Ну и, конечно же, продолжайте смотреть. Каждую неделю здесь выходят полезные видеоролики. В плейлисте есть уже более 50 подсказок, лайфхаков, советов для тех, кто планирует свое торжество. Меня зовут Валентина Ковердяева. Я с удовольствием стану вашим организатором или ведущей праздника. Мои контакты вы можете найти внизу под этим видеороликом. Увидимся совсем скоро в следующем видео или же на вашем празднике.